Эх, вот сижу я на своём диванчике на улице и думаю, какая же чудесная погода. Всем привет, меня зовут Компот, и действительно, посмотрите, ни одного облачка. Просто солнышко светит, печёт, греет, и погодка реально прекрасная для того, чтобы прогуляться. А я сижу как дурак у себя в доме, на диванчике, пойду-ка реально прогуляюсь, растрясусь, почему бы и нет. Только вот дорогу возьму, с собой что-нибудь перекусить. Например, немножечко хлебушка буду идти, жевать хлебушек, поговорим с вами. Короче, я думаю, прогулочка самая то, и свежий деревенский воздух. Как же я люблю свою деревню номер 13, вот она моя родная картошечка-моркошечка, вот он колодец родной. Ё-моё, чё за шум там, я не понял. Жители, здорово, а чё... А чё вы тут делаете, жители, чё это тут за свалку устроили? Здорово, Компот, да так сидим, расскажем друг другу анекдоты. Это забавно, а чё вы тут разбросали, всё, бутылки какие-то разбросали, мусор какой-то. А, да пофиг. Не-не-не, не пофиг, давайте убирайте, нечего тут мусорить. Компот, я не понял, ты чё, из полиции правильности, что ли? Нет, просто я не понимаю, зачем мусорить там, где ты живёшь? Это же твоя деревня, с прекрасным воздухом, прекрасной экологией, солнышком и чудесной погодой. И ты вот такое дотутворяешь. Ой, слушай, правильный человек, больше выпендриваешься, иди давай, гуляй. Не, я просто действительно не понимаю, неужели так сложно пройти до мусорки? Вот же стоит мусорный баг, ну, вот так вот, поднял, всё, пошёл, выбросил, а? Тебя спросить забыли. Я понял вас, жители, понял. Если вы оставите этот мусор вот тут вот прямо, я говорю, я на вас буду жаловаться. А то чё это такое, ну, могли бы реально скинуть её сюда. А, опа, а я не понял, а чё это такое? Житель, а почему у нас тут дыра в земле? Я же тебе говорил ещё две недели назад починить. Да мне как-то лень просто. В смысле, как это лень? Мы же тебя наняли строителем в нашей деревне, мы же тебе платим зарплату. Ты зарплату доберёшь, а вот почему-то дорогу не починил. Ой, Компот, да забей, это же всего лишь деревня. Я не понимаю, чё у всех у вас, жителей, какое-то плохое отношение к деревне? Я не понимаю, это же ваш дом, вы тут живёте и создавайте для себя комфортные условия. Да я попозже починю, пойду лучше что-нибудь поделаю. Э, житель, стой! Да какой ты чё, угораешь, что ли? А кто это всё будет чинить? Ё-моё, сумасшедший, не знаю, самому, что ли, починить это? А чё я должен это делать? Пусть жители это делают, мы ему всё-таки зарплату уже заплатили. Чё с жителями такое? Я не понимаю, почему они реально так плохо относятся к деревням? И эти ещё ушли, и мусор за собой оставили. Ой, ё-моё, ребят, я не знаю, что делать с этими жителями, реально, какие-то невоспитанные максимально. Просто, вот реально, портят то место, где они живут. Зачем так делать? Прекрасная же деревня, я в ней сколько живу, и всегда всё чистенько у меня, хорошо, мой дом красивенький, всё с ним всегда... Нормально. Э, э, стоять, ты чё тут делаешь? Ой, привет, компот, да так, объявление клеил. Какое объявление? Какой гараж? В смысле, продам гараж? Ну, в прямом, тут пишу на домах, что продам гараж. Ты чё, прям на стенах, что ли, рисуешь? Давай, стирай это, как это отмыть теперь? Да никак не отмыть, вот когда гараж купят, тогда посмотрим. Житель, ну ты с ума сошёл, ну зачем ты портишь дома? Смотри, какие красивые дома, ты берёшь стены, разрисовываешь. Да мне пофит, мне главное продать. Житель, ну стой, я сейчас тебе тряпку дам, будешь вытирать тут всё. Совсем уже обнаглели, не, ребята, всё, меня это раздражает. Жители в край обнаглели, ничего делать не хотят, всё только ломают и портят в месте, где они живут. Поэтому, мне кажется, я должен их проучить. Потому что сейчас они разбалуются и будут ещё и ещё хуже творить. Скоро они, не знаю, будут в туалет вот прям вот тут вот ходить. Ну, серьёзно, ну что это такое? И у меня, кажется, есть идея, как проучить этих жителей, чтобы они запомнили это раз и навсегда. Так, мне нужно позвонить одному человеку. Так, минуточку. Алло, это актёрское агентство. Вам очень повезло, что вы выбрали именно меня, потому что я профессиональный актёр, могу отыграть любого персонажа. Вот, да, и сегодня мне нужно, чтобы вы мне отыграли бизнесмена. Так, я понял, бизнесмена я смогу отыграть, а что мне делать нужно? Смотрите, вы типа приехали в нашу деревню и захотели её купить, а я вам типа продал эту деревню, поняли? А, я понял, нужно отыграть роль бизнесмена, который типа купил деревню, верно? Да, 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 и прямо при жителях, и чтобы они поверили и напугались, что всё, я продал всю деревню вместе с их домами, и теперь они тут больше не живут. Хе, ладно, хорошо, пойду отрепетирую сценарий и переоденусь. Да, давайте, а мне тут ещё кое-что подготовить надо, в общем-то, ребята, вы уже поняли, как я хочу проучить жителей. Я хочу сделать вид, что я продал всю нашу деревню, тихо-тихо-тихо-тихо, что я типа продал всю нашу деревню, и всё, они тут больше не живут. Также я заказал ещё немного реквизита. А именно, вот такое количество забора, и пока на улице никого нету, видимо, все сидят по домам, ничего не делают, как обычно. У меня идея, я хочу огородить прямо сейчас всю нашу деревню жителей вот таким вот заборчиком. Типа всё, типа она продана, всё, деревня закрыта, теперь она переходит в частные владения, и, как говорится, всё, никто сюда больше не пойдёт. Я думаю, жители точно напугаются, таким образом проучатся и всегда будут ухаживать за деревней, и всё будет у нас нормально. Так, я пошёл ставить забор. Так, ребята, всё, я закончил, я расставил забор по всему периметру деревни, и сейчас расставляю колючую проволоку. И, блин, я надеюсь, никто на улицу не выйдет, и никто не заподозрит, чем я тут занимаюсь. Хотя, даже если заподозрят, так будет ещё интереснее. Ладно, я пошёл расставлять колючую проволоку. Так, ребят, есть пару новостей. Короче, я расставил полностью по периметру колючую проволоку. Смотрите, жители начали выходить из дома с такими задумчивыми лицами. Они не понимают, что происходит. Мне кажется, сейчас они меня заметят и будут выходить. Чёрт, где этот актёр? Куда он пропал? Его так давно уже нет. Ладно, пока что расставлю знаки. Во-первых, я, наверное... Ну, не, это потом я поставлю. И знак «Проезд запрещён». Так, Роман Компот, я переоделся, подготовился. Нифига зима, ты чё как переоделся-то? А, единственное, что у меня было, но зато я подготовил фальшивые деньги. Вот, держите. Ага, понял. Блин, капец, как настоящий. Так, это хорошо. Компот, привет, а чё происходит? А, чё происходит? Так, всё, работаем по сценарию, поехали. Это, кстати говоря, хорошо, что вышли, жители, потому что я как раз собирался закрывать деревню шлагбаумом. Всё, проход запрещён. В смысле, проход запрещён? Не понял. Ох, Роман Компот, спасибо большое, что продали мне полностью всю деревню. Теперь я её, пожалуй, снесу. Да-да, спасибо большое, сделка закрыта. Спасибо, что заплатили мне. Компот, ничего, ты продал деревню, ты продал деревню. Тихо, тихо, стоп, 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 все, 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 тихо, помолчи себе все. В смысле, я продал деревню, она нам не нужна, зачем? Это же всего лишь деревня, как некоторые мне говорили, да? Нет, Компот, это наша деревня, мы же тут живём, ты чё? Ну, раньше жили, теперь не живём. Какая разница? Ну, поживём в другом месте, это же всего лишь-то деревня. В смысле, Компот, как это ты нашу деревеньку-то продал? Ну, вот так вот, жители, взял и продал вот за эти вот денюжки, почему бы и нет? А чё, вы же всё равно плохо к деревне относились, вам она не нужна, вон там мусор валяется, зачем такая грязная деревня? Вот я её и продал. Нет, не надо продавать. Тихо, тихо, жители, ну подотрите вы свои сопли, ну, продал и продал, подумаешь, ну, ладно, я поехал в другое место где-нибудь поживу. Нет, Компот, не бросай нас, мы хотим жить вместе, дружно. В смысле, дружно, жители? Ты меня сегодня, между прочим, нахамил, да, когда я тебе сказал мусор убрать, а ты вообще не выполняешь свои обязанности, ты вон яму, который день заделать не можешь. Я всё заделаю сейчас же. А один из жителей вообще у меня на доме, и не только у меня на доме, на всех ваших домах написал, что он продаёт гараж, и вам всем наплевать, потому что вы наплевательски относитесь к своей деревне. Мы больше не будем, честное слово. Ну, я даже не знаю, я, конечно, могу отменить сделку. Ну, отменяй, 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 отменяй. Тихо, 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 жители, всё, успокойтесь, успокойтесь. Ну, я подумаю. Ну, чё, ребят, чё вы скажете, простим, что ли, этих жителей, или всё-таки нет? С одной стороны, жалко их, конечно, смотрите, стоят, плачут, не понимают, что натворили. Ну, с другой стороны, вы вспомните, какие они утром наглые были? Ну, с одной стороны, да, наверное, будет правильнее их всё-таки простить. Ну, давайте сейчас, знаете, чё им скажем? Смотрите. Так, жители, ну я подумал, я, наверное, да, отменю сделку, верну деньги, только там грязно, и у меня на доме надпись, да и дорога поломана. Всё, исправим. Компот, всё, всё, сейчас починим, жители, вы слышали? Ну, 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 всё сделаем. Да, конечно, всё организуем, открывай деревню, пожалуйста. Ладно, жители, я отменяю сделку, только идите всё уберите. Э, э, жители, вы куда пошли? О, смотрите, ребята, тот житель сразу начал яму заделывать, эти на огороды сразу пошли, вон там из колодца воду набирают. Короче, кажется, моя воспитательная работа прошла успешно. Я надеюсь, что теперь жители будут реально намного лучше относиться к своей деревне, потому что утром это реально ни в какие ворота не лезут. О, смотрите, офигеть, тот житель уже и дорогу заделал, и цветочки тут посадили. Ребята, вот что значит забота о своей деревне, вот. Стоит только заходить, смотрите, за секунду уже всё может преобразиться. Ладно, давайте сломаем вот эти вот знаки. Смотрите, реально такую аллею красивую высадили цветочком, хотя бы я сюда ещё кустики посадил. И, жесть, смотрите, они полностью засадили все огороды, точно все? Реально все, смотрите, полностью идеально просто выстригли все грядки. И там всё выросло просто чудесно. Опа, тут что? А вот я оттёр стену. Молодец, жители, вот, большой молодец. Смотрите, все стены в деревне теперь чисто. Да-да, даже колодец заполнили до самых-самых верхов. Вообще красавцы. Надо сказать тому актёру, что он просто безупречно отыграл бизнесмена. И, воу, капец, жители даже цветами всё реально засаживают. Вот, посмотрите, он мало того, что дорогу починил, так ещё и цветы сажает. Блин, это, конечно, круто. На самом деле, ребят, вот, не понимаю людей, которые устраивают просто нереальный бардак в месте, где они живут. Вот у меня дома безупречно чисто. И это не шутка. Я люблю убираться. И вам советую, после просмотра этого видео, не знаю, протрите пыль как-то, уберите себя в комнате. Либо создайте себе интересную обстановку. Губите какую-нибудь лампу красивую. Поставьте к себе на стол. Сделайте что-нибудь, не знаю, красивое в своей комнате. Порадуйте себя. Ну, либо смотрите следующее мое видео. Ребята, с вами я прощаюсь. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем удачным спасибо. Всем пока. Пойду сломаю забор. Пойду сломаю забор.